В Владивостоке в Большом зале Приморского краевого драматического театра имени Максима Горького прошла юбилейная 30-я церемония вручения премии «Серебряный медальон» имени народного артиста СССР Андрея Присижника. В этом году участниками конкурса стали семь театров Приморья и впервые на церемонию смогли попасть не только актеры театров и журналисты, но и абсолютно все желающие. Мне интересно посмотреть разные коллективы нашего Приморского края. Не только мы постоянно ходим в театр Горького, но хотелось бы посмотреть еще и другие коллективы, потому что я так смотрю здесь и будут представлены коллективы Уссурийска, здесь находки. В рамках премии ежегодно вручаются награды в разных номинациях. Лучшая женская роль, лучшая мужская роль, лучшая режиссура, лучший дебют и так далее. Получить награду – это значит получить признание профессионального сообщества, но само выдвижение – это уже успех, ведь театр Края выдвигает только те работы, которыми действительно гордятся. Незадолго до начала мероприятия мы пообщались с самими артистами и узнали, насколько для них важна данная премия. В Приморском крае премия «Серебряный медальон» в театральной сфере является очень такой масштабной, и мне кажется, это было сделано для того, чтобы мы увидели, для чего мы работаем. То есть мы бы увидели труд людей, как их, ну, скажем так, некое поощрение за их труды. А данная премия я жду позитивного, наверное, какого-то, и каких-то посмотреть творческих прорывов, которые состоялись у коллег, на что обратить внимание, потому что не все успеваешь, конечно, за сезон посмотреть, тем более находясь в другом городе, например, да. И, конечно, хочется получить наслаждение. И, конечно, я буду счастлив, если кто-то из моих артистов получит что-нибудь. Как минимум это приятно. То есть твои заслуги замечены, и тебе хочется расти дальше, чтобы тебя еще как-то больше отметили. Поэтому это чисто стимул к новой работе и вдохновение. В этом году победительницей в номинации «Лучшая женская роль сезона» стала актриса театра Максима Горького Наталья Овчинникова за роль Лидии Руслановой в спектакле «По морозу босиком». Конечно, это очень радостно и трогательно и неожиданно на самом деле, что я получила эту награду. Это огромная честь. И так сложилось, что я получаю все эти награды за великих людей. То есть я благодарна даже тому, что я имею возможность воплотить эти образы на сцене. А в номинации «Лучшая мужская роль сезона» победителем стал актер театра молодежи Андрей Трофимов за роль в спектакле «Ленка» по мотивам повести «Чучело». По словам артиста, роль была достаточно сложной. Во-первых, нужно было играть в возрастного человека. Во-вторых, этого же персонажа играл великий Юрий Никулин. Это была некоторая роль на сопротивление. Нужно было исполнять человека нежного, тонкого, почти истощенного физической жизнью, но, тем не менее, сохранившего какую-то такую тоненькую, тоненькую, совсем тоненькую струну, но очень-очень сильную струну принятия, любви, сожаления к людям, жизни. Лучшим дебютом года назвали Софию Горовую за роль Ольги Шрайнер в спектакле «Апрельский романс» театра ТОВ. А за лучшую режиссуру спектакля лауреатом стал режиссер-постановщик, народный артист России Ефим Звенятский за спектакль «По морозу босиком». Отметим, что сама премия имени Андрея Пресежника одна – это серебряный медальон, на котором выбит автограф народного артиста. За эти годы он стал своего рода театральным Оскаром, который получает только один человек – актер, режиссер, композитор, художник или любой другой театральный деятель. В этом году обладателем медальона по решению жюри стал Василий Кирин, актер Драматического театра Восточного военного округа Министерства обороны России из Уссурийска. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.